Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу Ильичевские новости в студии Анна Кочин. Сегодня в рамках конкурса на лучшую весеннюю композицию для новостейной студии мы представляем работу, изготовленную Радомилой Елинской, ученицей 3-го Б-класса Общеобразовательной школы номер 6. А теперь о том, что сегодня вы увидите в нашем выпуске. 201-ю годовщину со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко в Ильичевске почтили память великого Кобзаря возложением цветов. Праздничным концертом Ильичевских женщин поздравили с 8 марта юные таланты города. В воскресенье в Ильичевске с концертом выступил трибют коллектив легендарных «Киз» – венгерская рок-группа «Киз Форева Бэнд». В течение трех дней в нашем городе проходили игры в рамках зимнего чемпионата Украины по каждому волейболу среди девочек возрастом 13-15 лет. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. А на початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація, про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. У вівторок при час прес-конференціями за підсумками перших статнів роботи парламенту 8-го скликання голова Верховної Ради Володимир Гройсман запропонував розробити кодекс поведінки для депутатів. Щодо атмосфери в самій парламентській коаліції, то в ній не все добре з погляду взаємодії. Але вона спроможна ухвалювати рішення, вважає Володимир Гройсман. Говорячи про 100 днів роботи парламенту, спікер повідомив, що Верховна Рада 8-го скликання провела 33 пленарні засідання і ухвалила 82 закони. Керівник парламенту також зазначив, що виніс на розгляд депутатів план законодавчого забезпечення проведення реформ. А вже найближчим часом, на думку Володимира Гройсмана, Верховна Рада має ухвалити закони щодо фінансової стабілізації продовжити законодавчу роботу на шляху боротьби з корупцією, а також активізувати роботу над конституційними змінами. Україна з початку опалювального сезону скоротила запаси газу в підземних сховищах на 52,5%. Згідно з даними «Укртрансгазу», якщо станом на 20 жовтня в сховищах містилося 16 мільярдів 749 мільйонів кубів газу, то до 8 березня трохи менше 8 мільярдів. Протягом 1-го 8 березня в підземних сховищах газу відібрано майже 220 мільйонів кубів. Українська громада Праги на чолі з послом України в Чехії Борисом Зайчуком вшанували пам'ять видатного українського поета Тараса Шевченка. Люди зібралися біля пам'ятника поетові в одному з центральних районів чеської столиці. Акцію вшанування пам'яті Шевченка розпочали молитвою за упокій не лише поета, а й всіх українців, які померли, захищаючи батьківщину. Після церемонії покладання квітів учасники акції декламували вірші поета, потім заспівали гімн України. Снігова стихія паралізувала життя Болгарії. Десятки тисяч болгар у майже 800 населених пунктах країни залишаються поки без електрики через безперервні снігопади. І з цієї ж причини в багатьох селищах і містах відсутня питна вода, адже без електрики не можуть працювати насосні станції. Влада Болгарії обіцяти усунути наслідки стихії за декілька днів. Нині ж у деяких населених пунктах оголошений надзвичайний стан, частково закрити для навігації морський порт у Варні. Хліб обідній в кіосках хлібзаводу «Одеський коровай» подорожчав до 7 гривень 40 копійок. Таким чином популярний хлібобулочний виріб подорожчав на 35%. Раніше обідній коштував 5 гривень 50 копійок. Нагадаємо, раніше компанія «Одеський коровай» попередила городян про майбутнє подорожчання до 10 гривень. На щастя, поки до цього не дійшло. Приблизно в тих же межах зросли ціни і на інші види хлібобулочних виробів одеського короваю. 9 березня Україна відзначила 201-ю річницю з дня народження пророка української нації Тараса Григоровича Шевченка. Цього дня в нашому місті пройшло урочисте зібрання, на якому ілічівці вшанували пам'ять Великого Кобзаря. В понеділок біля горельєфа Тараса Шевченка зібралися представники міської влади, духовенства, громадських організацій, Всеукраїнського товариства просвіта, педагоги і учні шкіл, аби дружною міською громадою згадати ім'я визначного літературного та культурного діяча. Творчість і сама особистість Тараса Григоровича об'єднує всіх українців, незалежно де вони проживають. І його творчість дуже зрозуміла всім, вона не розділяє на схід чи захід. І я впевнений, що патріоти України справжні, вони сьогодні і в Донецьку, і в Криму, так як в Ілічівську, вшановують пам'ять нашого Кобзаря. День народження Тараса Григоровича Шевченка – це святок кожного українця, адже і сьогодні неможливо повною мірою оцінити його роль в розвитку української літератури, культури та історії. З цією визначеною датою всіх ілічівців привітав народний депутат України Василь Гуляєв. Сьогодні така приємна дата, 201-го року з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я привітаю всіх ілічівців цією такою приємною доброю датою. Хотів би пожелати всім миру, добра, здоров'я і щоб у нас все було добре. Цього дня особливо проникливо і зворушливо звучали твори великого українського діяча у виконанні вокальних колективів міста. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичать. З цією визначеною. 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 А сейчас информация ДПИИ в м. Личевске. У середу 11 березня с 10 до 12 часов за телефоном 3-34-30 будет проведена сеанс телефонного связка «Гарячая лінія». За участью завідувача Септору супроводження автоматизованих інформаційних систем та адміністрування баз даних Сітлани Валентинівне-Безпалової. Тема «Гарячої лінії» – подання податкової звідності в електронному вигляді через мережу інтернет та податкові сервіси ДПС. Повторюю номер телефону «Гарячої лінії» 3-34-30. По сведениям Ильичевского городского отдела Главного управления Государственной службою по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, вперед со 2 по 10 марта спасатели выезжали на 5 вызовов. Среду 4 марта в 22 часа 10 минут пожарные выезжали в Садово-Огородническое общество «Волна», где на 21-й линии тушили крышу и часть второго этажа дома. В этот же день в 23 часа 52 минуты пожарные также выезжали на «Волну». На этот раз спасатели тушили дом на 16-й линии. В пятницу 6 марта в 16 часов 32 минуты пожарные выезжали по адресу улица Ленина 33-Б, где горел мусорный контейнер. В воскресенье 8 марта поступило сообщение о том, что по адресу улица Александрийская 18 задымление во втором подъезде. Во вторник 10 марта в 2 часа 32 минуты из-за дыма в первом подъезде спасатели выезжали по адресу улица Парковая 34. Накануне Международного женского дня в нашем городе прошло много разнообразных концертов. Прекрасная половина жителей нашего города принимала поздравления от творческих коллективов Величевска. В пятницу своими талантами порадовали горожан коллективы Дома детского и юношеского творчества. Традиционно ко дню 8 марта воспитанники Дома творчества и других танцевальных и вокальных коллективов готовят праздничный концерт для своих мам и бабушек. Своими выступлениями зрители порадовали солистка студии эстрадного калана Комякова, участники образцовой вокальной студии «Веснянка», образцового эстрадного театра «Жар-птица», образцового ансамбля бального танца «Созвездие», хореографического ансамбля «Ритмикс», театра танца «Пластилин», хореографического коллектива «Микс-дэнс» и воспитанники детской школы телевидения. Песня «Созвездие» Песня «Созвездие» Песня «Созвездие» Каждый вокальный или танцевальный номер – это результат серьезной работы преподавателей и детей. Юные таланты очень старались порадовать зрителей своими выступлениями. Мы очень долго готовились к концерту, несколько месяцев. Мне очень приятно здесь выступить, чтобы поздравить свою бабушку, маму с 8 марта. Каждое выступление маленьких танцоров и певцов было наполнено искренностью и добротой. Главные героини вечера – Ильичевские женщины были до глубины души тронуты трогательным исполнением праздничных номеров. Концерт очень понравился, все организовано, красиво, торжественно. Спасибо нашей Ире-хореографу, бабушки все довольны, папы все. Мне понравилось. Концерт замечательный. Все детки выступали очень красиво. Родители стараются, влаживают своих детей все, что можно. И дети этим, они наполнены эмоциями. Им все нравится благодаря их руководителям. Также мой ребенок танцевал. Я очень счастлива за нее и очень хочу, чтобы она дальше продолжала заниматься. Очень приятно побывать в этом заведении. Спасибо всем организаторам, которые организовали такой концерт. Как маме очень приятно перед праздником получить такой подарок от своей доченьки, от всех деток. Очень приятно было увидеть на сцене всех деток. Праздничный концерт прошел в теплой семейной атмосфере. Бурными аплодисментами зрители благодарили маленьких артистов за их старания и талант. Отпущу белого лентя, далеко-то не вбегу. Отпущу руки, любви мне, Боже, Боже, храни ее. Отпущу белого лентя, в шапной, где бы ты ни была. Отпущу руки, любви мне, мама, сердце храни мое. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей. В связи с плановыми ремонтными работами в среду 11 марта с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в Ильичевске в жилых домах, учреждениях и организациях. По улицам Зеленой, Леси Украинки, Луной, Авидеопольской, Одесской, Озерной, Ореховой, Рыбацкой, Шевченко и Яблочной. Ильичевский район приносит свои извинения за причиненные неудобства. По сведениям Центральной санэпидстанции водного транспорта с 3 по 10 марта в контрольных точках города отобрано 13 проб водопроводной воды и 1 проб артезианской воды. Нестандартных не выявлено. Отобрано также 3 смыва на наличие кишечной палочки. Все соответствуют санитарным нормам. Отобрано 4 проба пищевых продуктов. Нестандартных не выявлено. По итогам обследования объектов торговли и общественного питания выявлено 6 нарушений. Выписано 6 постановлений о наложении административных штрафов. В день 8 марта в Ильичевске с концертом выступил трибют коллектив легендарных киз. Это венгерская рок-группа Kiss Forever Band. Со своими шоу музыканты объездили около 30 стран. Поклонников кавер-группы до сих пор привлекают оригинальные сценические образы и, конечно же, зажигательные хиты знаменитых киз. Более полутысячи зрителей собрал концерт кавер-группы Kiss Forever Band в концерт-развлекательном комплексе «Метрополис». Но, наверное, немногие ожидали увидеть на сцене воссозданный практически до мелочей образ одной из самых культовых и эпатажных рок-групп. Венгерский коллектив уже 20 лет играет в стиле легендарной американской группы Kiss. Кумиры 80-х, практически запрещенная в СССР группа Kiss, по-прежнему вызывает интерес. Видимо, поэтому до сих пор популярностью пользуются и песни Kiss, и выступлениях трибют коллектива Kiss Forever Band. В своих шоу музыканты используют ту же боевую раскраску, узнаваемые костюмы, безупречно переданный стиль и, конечно же, музыку. Все это заставляет поверить, что перед вами никто иной, как ветераны рока. Я видел настоящий киз, эти пацаны драйвов выступают, все замечательно, можно слушать эту музыку. Это рок-группа Kiss Forever Band, очень классная, хорошая. Мне понравилось, как киз спела песню «Дуэлла». Рокер с очень малых лет, поэтому саму американскую группу прекрасно знаю, я ее фанат, и вообще рока фанат. А сегодня этот концерт, это вообще как праздник. И понимаете, что настоящий киз сюда вряд ли уже приедет, а посмотреть просто их кавер-группа, трибют-группа, которая уже давно выступает под их брендом, Это просто шикарно для нашего города. Узнав, что здесь у нас будет такой концерт, мы просто не мог не пойти. Особое внимание группа уделила сценическим образом своих кумиров. Поклонники увидели и звездное дитя, и космического человека, и кота, и демона. Такие же оригинальные гитары, поведение на сцене и сапоги на невозможной платформе. В результате зрители получили почти таких же киз. Фан-зона бурно поддерживала музыкантов, хором исполняя известные хиты. Инструменты, экипировка, вы понимаете, прикид и вообще подача практически не отличается от оригинала, поэтому просто, ну, изумительный концерт, понимаете, у меня огромные впечатления. Вот такими впечатлениями, что просто нет снов. Это шикарно просто для нашего города вообще. Я в большом восторге. Участники группы восторженно отзываются об Ильичевских зрителях и жалеют о том, что не имеют возможности лучше познакомиться с городом. Вокалист Варри Золтон утверждает, что Ильичевск – это действительно рок-сити. Вы знаете, мы уже не первый раз в Украине, но в вашем городе впервые. О выступлении я хотел бы сказать, что это самое лучшее шоу, просто фантастическое. Публика здесь просто супер. Мне очень понравился прием, просто великолепно. В следующий раз я бы еще пошел на пляж. Впечатления великолепны. Одной из целей коллектива является популяризация музыки своих кумиров. С каждым годом Kiss Forever Band планирует увеличивать количество своих выступлений. Искушенную современную публику сегодня трудно удивить. Но ветеранам хард-рока, кизм и их преданным последователям Kiss Forever Band это с легкостью удается. Оксана Василенко, Владимир Кумянский. Служба новостей Ильичевского телевидения. Завершает наш информационный выпуск спортивная информация. На выходных в нашем городе прошел зимний чемпионат Украины по пляжному волейболу среди девочек возрастом 13-15 лет. За звание новых чемпионов Украины боролись 22 команды. 7 по 9 марта в детско-юношеской спортивной школе проходили финальные игры зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девочек возрастом 13-15 лет. Наш город был выбран для проведения соревнований не случайно. Место Ильичевск мает очень хорошие традиции и вихованцев, очень перспективных из пляжного волейбола, которые неодноразово ставили призерами всеукраинских и международных турниров. В зависимости от всех этих факторов, а также большую любовь самих спортсменов к этому городу, Ильичевск является местом проведения как зимнего чемпионата, так и влитку чемпионата Украины с волейболом пляжного. В турнире приняли участие 22 команды из 8 регионов Украины. Ильичевск на чемпионате представляли 4 команды. Однако до финала дошла только пара волейболисток Софии Рыловой и Насте Авторской. С первых дней соревнований девочки были решительно настроены на победу. Команды были очень сильные, мы хотели очень победить, мы к этому стремились и тренировались очень усердно. Для нас это была цель, мы хотели очень выиграть и ради всех, что все нами гордились. Независимо от результата, все участники турнира получили огромный опыт и массу положительных эмоций. Я со своей партнершей, мы приехали в первый раз. Ильичевск встретил нас очень хорошо, нам здесь понравилось. Мы нашли много новых друзей, есть команды сильные, но некоторые послабили. Независимо от результата, мы получили море удовольствия, нашли новых друзей и нам понравились наши соперники, общение с ними. По итогам соревнований звание новых чемпионок досталось Ильичевским волейболисткам Софии Рыловой и Насте Авторской. Серебро завоевала команда из села Чулаковка Херсонской области, а бронзовыми призерами чемпионата Украины стали волейболистки из Запорожья. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас с редакцией новостей Ильичевского телевидения. Напоминаю, что телерадиокомпания Ильичевское телевидение 3 совместно с отделом образования провела конкурс на лучшую весеннюю композицию для студии новостей. Сегодня студию украшала работа, изготовленная Радомилой Елинской, ученицей 3-го Б-класса общеобразовательной школы номер 6. С вами была Анна Кочин. Всего вам доброго и до свидания.